Доклад на тему Наш центр реабилитации – одно из ведущих отечественных учреждений в сфере клинической реабилитологии. Центр расположен в Западном Подмосковье, в Одинцовском районе, на берегу Москвы-реки, в экологически благополучной местности. Профильными направлениями работы нашего учреждения являются нейрореабилитация, реабилитация в травматологии и ортопедии, кардиореабилитация, восстановление пациентов терапевтического профиля, диагностика и лечение пациентов с расстройствами сна. Доклад на тему Эта конструкция дала нам возможность значительно расширить наши усилия в сфере выбранных нами профильных направлений работы. У нас были аппараты для восстановления двигательных навыков в руках. Это система MediTutor, Amadeo, Armeo, лечебный костюм Regen для восстановления функций нижних конечностей, Система стабилоплатформ, экзоскелет ноги, Alter-G-Bionic Leg. Также имелся тренажер для разработки нижних конечностей RT600 с одновременной функциональной стимуляцией в режиме ходьбы. Однако ряд клинических ситуаций, в первую очередь так называемые спинальные больные, оставались без необходимого аппаратно-программного обеспечения. С приобретением экзоскелета ExoAtlet, который позволяет ходить пациентам с флегемией нижних конечностей, увеличились показания для нахождения для лечения в нашем центре больных с периферическими двигательными нарушениями. Использование подвесной системы в комплексе с ExoAtlet позволяет восстанавливать пациентов и с центральными нарушениями. Таким образом, внедрение около 2,5 месяцев назад системы экзореабилитации способствовало увеличению наших возможностей по оказанию помощи данным категориям больным. Нами представлены предварительные результаты применения экзоскелета в комплексе реабилитационных мероприятий. За отчетный период было проведено 10 пациентов, часть из них в сочетании с методикой разгрузки массы тела. Использовалось следующее оборудование – экзоскелет, экзоатлет, реабилитационный подвес для вертикализации пациента ArtRent, стационарной сбеговой дорожкой. Участие пациента применялся тренажер с одновременной функциональной стимуляцией нижних конечностей в режиме ходьбы RT600. Интенсивность тренировок была индивидуальная, занятия проходили ежедневно. Динамика определителей домена функций организма проводилась в соответствии с международной классификацией функционирования МКФ. Предварительные результаты, оценки результатов нашей работы вы видите на слайде. Применяя новое оборудование в комплексе с определенными методиками, мы достигаем не только нормализации нормального стереотипа ходьбы, но и укрепления мышц ног. Отмечались положительные изменения в эмоциональной и волевой сфере, улучшался сон. Стабилизировались показатели гемодинамики, в частности уменьшилась выраженность ортостатической гипотонии. Наблюдалась тенденция к улучшению работы тазовых органов. А теперь в подтверждение сделанных выводов, позвольте представить ряд клинических примеров реабилитации пациентов с сочетанным применением экзоскелета и технологии разгрузки веса. Три пациента проходили реабилитацию после спинальной травмы с повреждением спинного мозга на различных уровнях. Один пациент после ишемического инсульта. Первый клинический случай. Пациент 41 год. Клинический диагноз. Последствия закрытой позвоночно-спинальной травмы на уровне Т10, Т11, ушиб спинного мозга, нижняя пара плеги, нарушение функции тазовых органов. На этом слайде вы видите и реабилитационный диагноз этого пациента, который свидетельствует о выраженных двигательных нарушениях у него при достаточной сохранности волевых и эмоциональных характеристик. Просим прощения, но что на слайде много текста, это пример работы мультидисциплинарной бригады, каждый из коллег вносит свой вклад в оценку состояния больного. Поскольку пациент длительное время находился на постельном режиме, вертикализация с использованием экзоскелета была затруднена. Был применен этапный подход. Вначале были проведены 5 занятий с использованием подвеса в сочетании с экзоскелетом. После стабилизации показателей гемодинамики и укрепления мышц спины и бедер, занятия проводили с использованием ходунков-ролаторов. Положительная динамика заключалась в увеличении мышечной силы в нижних конечностях, устойчивости в вертикальном положении, улучшении фононастроения. С учетом клинического диагноза есть основания судить о положительном реабилитационном прогнозе. Это, несомненно, важно, потому что у Александра двое маленьких детей, и у него ярко выраженная мотивационная готовность к выздоровлению. Вашему вниманию представляется следующий клинический пример. Пациентка, 32 года. Клинический диагноз. Последствия тяжелой сочетанной позвоночно-спинальной травмы и черепно-мозговой травмы от 11 ноября 2018 года. Сдавление спинного мозга костными отломками с ушибом спинного мозга тяжелой степени на уровне или один позвонка. Полный диагноз вы видите на слайде. Нижняя пара плеги, нарушение функции тазовых органов по типу задержки. При поступлении предъявляла жалобы на выраженную слабость в ногах, отсутствие чувствительности ниже колен, затержку стула до трех дней, невозможность самостоятельного передвижения, сниженный фон настроения. В неврологическом статусе нижняя пара пары с мышечной силой 2,5 балла в проксимальных отделах левой ноги, в дистальном модели плегия, в правой ноге 1,5 балла в проксимальном модели, в мышцах, приводящих к бедру 0,5-1 балл, в дистальном модели плегия. В мышцах верхних конечностей мышечная сила 5 баллов. После осмотра специалистами была назначена индивидуальная восстановительная программа, задачами, которыми были укрепление мышц нижних конечностей, коррекция координационных нарушений. С каждым первые 5 процедур проходили с использованием подвесной системы. В дальнейшем экзоскелет применялся совместно с ходунками-роллаторами и костылями. С каждым сеансом увеличилась мышечная сила, увеличивался объем движений координации, стабилизировались показатели гемодинамики, что свидетельствовало улучшение вегетативной регуляции сосудистого тонуса. Отмечена тенденция к улучшению работы тазовых органов. В связи с увеличением силы мышц и координацией больная впервые смогла выполнить новые для себя движения, необходимые для самообслуживания. Это самостоятельное пересаживание с коляски на кушетку, кровать. Указанные изменения также дают основание судить о благоприятном реабилитационном прогнозе. Следующий клинический пример. Пациентка, 42 года. Это одна из наших самых сложных пациенток. Клинический диагноз. Травматическая болезнь спинного мозга, ранний восстановительный период, травма от 31 мая 2019 года. Полный диагноз вы видите на слайде. Верхняя пара пары, снижняя пара плеги, нарушение функции тазовых органов. Проведено 7 тренировок с использованием подвесной системы. Из положительных изменений можно отметить улучшение психологического статуса и желание продолжать заниматься. Наши специалисты делают все возможное для того, чтобы улучшить состояние пациентки. Следующий клинический пример. Пациент, 50 лет. Диагноз церебровоскулярная болезнь. Инфаркт головного мозга в правой и среднемозговой артерии от 6 февраля 2019 года. Левосторонняя гемия пары с до 3 баллов в проксимальных отделах плеги и в дистальных отделах конечностей. Дезартрия. Программа реабилитации с использованием экзоатлета также была запланирована по этапной схеме с учетом выраженности пареза. Кроме экзоскелета использовался также тренажер RT600 с одновременной стимуляцией нижних конечностей в режиме ходьбы. Положительная динамика состояния пациента заключалась в том, что было отмечено увеличение мышечной силы в левых конечностях плюс 1 балл, уменьшение выраженности в вестибулярной симптоматике, улучшение фона настроения. Сделанные нами предварительные выводы с учетом небольшого размера выборки позволяют говорить о том, что сочетанное применение методик экзореабилитации, технологии разгрузки веса и функциональной электростимуляции нижних конечностей в режиме ходьбы позволяет разработать персонифицированную максимально эффективную для каждого конкретного пациента программу реабилитации с учетом клинического и реабилитационного диагнозов. А этапный подход к формированию программы позволяет расширить показания к применению экзореабилитации у пациентов с выраженными и тяжелыми нарушениями жизнедеятельности 4 и 5 баллов по шкале реабилитационной маршрутизации. Исследования будут продолжены. Теперь перед нами стоят уже практические задачи, а это проанализировать, обобщить результаты проведенного лечения и совершенствовать применение инновационных методик в программах реабилитации в нашем центре. На этом выступление мое завершено. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok